Десятки человек вышли на улицы в знак протеста против подорожания газа, отопления и электроэнергии. Акцию организовала партия «Гражданский конгресс». Участники потребовали от парламента и правительства снизить тарифы, одобренные на «Рэ». Люди готовы протестовать до тех пор, пока власти их не услышат. Протест проходил перед зданием парламента. Митингующие держали в руках черные шары, символизирующие их настрой. Мне пришли счета на тысячу с чем-то леев, когда у меня зарплата две тысячи. Мы умираем от голода, дети замерзают в домах. На несколько минут к протесту присоединились и таксисты. Они недовольны ростом цен на метан, которым заправляют машины. Затем люди обратились к правительству. Они говорят, что суммы, указанные в квитанциях на оплату, превышают их зарплаты. Я получил зарплату в две тысячи леев, и мне этого не хватает. Коммунальные пришли более чем на две тысячи. Газ, свет, вода. Потому что не за такую власть голосовали люди 11 июля. Не за такие цены. Я не хочу, чтобы мой ребенок уехал за границу, а хочу видеть, как мой ребенок живет тут. Организаторы протеста считают незаконным решение на «Рэ» повысить тарифы задним числом с 1 января. Это не только неправомерно, но и бесстыдно. Если мы, все граждане, не остановим безответственные действия этой власти, в течение двух лет в стране никого не останется. По данным полиции, протест был мирным. В нем участвовали около 150 человек. Мы запросили комментарий у пресс-секретаря премьер-министра Анастасии Табурчану. Она заявила, что не правительство устанавливает цены, а национальное агентство по регулированию в энергетике. Но стоит отметить, что решение о повышении тарифов задним числом было принято в четверг на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, председателем которой является глава Кабмина Наталья Гаврилица. Правительство компенсирует первые 150 кубометров потребленного газа. В пятницу «Наре» установила для бытовых потребителей новый тариф – 15 леев, 18 банов за кубометр.